На календаре последний день месяца Зульхиджа. Это значит, что наступает 1439 год по исламскому календарю. Первый месяц по хиджам Мухарам является одним из самых священных месяцев мусульман. Ученые богослову призывают уделять его наступлению особое внимание. Но, как выяснилось, далеко не все мусульмане внимают этому призыву. Новый год в конце сентября. Эти слова могут удивить, если не заглянуть в исламский календарь. Мухарам первый в списке мусульманских месяцев. Его наступление ознаменовывается началом следующего года по хиджри. В исламе эта дата не отмечается. Однако, сам месяц Мухарам является одним из самых священных и важных для мусульман. Среди этих месяцев относится месяц Мухарам. Он так и само его название тоже указывает на величие этого месяца. Мухарам означает запрещенный. Относительно этого месяца, в Коране Аллах даже говорит, в эти месяца не притесняйте самих себя. А имеется в виду, совершая что-то греховное в этот месяц, мы себя подвергаем еще большему наказанию. И этот месяц тоже имеет такую особенность, то, что относительно поста в этого месяца пророк Саусом выделил, сказал, что после месяца Рамазан соблюдение поста является лучшим в месяц Аллаха Мухаррам. Имеется в виду, опять-таки пророк Саусом выделил и указал значимость соблюдения поста и, следовательно, других видов Ибадата именно в этот месяц. Этот месяц очень ценный, но много ли сегодня мусульман, которые знают об этом? В преддверии 31 декабря города погружаются во всеохватывающую суету. Все готовятся к празднику заранее, накрывают столы и украшая гирляндами свои дома. Но почему-то к этой дате, имеющей для верующего человека большое значение, относятся не слишком серьезно. Однако некоторые из мусульман, к сожалению, не знают, какого числа наступает Новый год по исламскому летоисчислению. Более того, многие из них даже не знают, как называется этот месяц. Самый первый месяц в исламском календаре знаешь какой? Новый год 1424, но я боюсь ошибиться. А какой месяц бывает? Самый первый месяц по исламскому летоисчислению, знаете? Я знаю... подождите, март. Какого числа наступает Новый год по исламскому календарю? 21-го, завтра. Мы в этом деле и подкованные люди, так что нам вопрос не задавайте. Можете сказать? Сегодня или завтра? С сегодняшнего дня, да, 20-го. А какой самый первый месяц по исламскому летоисчислению? Самый первый месяц? Да, как называется? Нет, точно не Рамазан. Я, честно говоря, не знаю. 27-го января, да, нет? Я знаю, что сейчас 1438-й, но какой месяц, я плохо знаю. Эта дата связана с одним из главных событий в жизни мусульман, с переселением пророка Мухаммада и его сподвижников из Мекки в Пресветлую Медину. Именно с этого дня началось исламское летоисчисление и ведется лунный календарь мусульман. Сама хиджра по себе, это событие очень большое значение дает исламскому луну. Почему? Пророк, салалу ассалям, ради сохранения религии, ради распространения ислама, он оставил свою родину, переселился. Это что знаменит? Знаменит то, что человек ради Всевышнего Аллаха, жертвуя своим чем-то ценным, на пути Аллаха для своей религии, для своего сохранения, он отходит от пагубного хорошего. Это, имеется в виду, к каждому человеку должна быть такая хиджра. И с каждым годом, наступлением этого года, он должен прокручивать, напоминать эту себе историю. То, что, например, подытоживаю, подходя к концу года, желательно человеку в этот момент собирать семью, людей, близких и делать такой маленький самоотчет. В этом году, что я сделал плохого, что сделал хорошего, что-то упустил, что-то не сделал, такой хисап сделать маленький. Ученые-богословы не призывают праздновать этот день, но требуют учитывать его особенность и отдавать дань уважения. И лучшим его проявлением будет отказ от всего запретного и совершения благих деяний. Абдулла Оливга Джимагамидов, телеканал ННТ, Махачкала.